Вы смотрите новости онлайн. Мотивирует он свое требование тем, что подпись под договором поддельная и не принадлежит Жанне. Владимир Борисович даже не понедленился сделать графологическую экспертизу, которая это якобы подтвердила. Но что это меняет? Владимир утверждает, что на тот момент Жанна уже ничего не видела и подпись подставить не могла. Правда, в то же самое время она каким-то образом подписала доверенность на право пользования этими деньгами своей матери. Но к этой подписи у Фриски претензий нет. Допустим, что Жанна действительно не подписывала этот договор в силу своего состояния. Но кто тогда это сделал? Дмитрий Шепелев? Если да, то семья Жанны не могла этого не знать. Да и не отказывались они от этих денег и публично благодарили всем, кто помогал ей собрать эти средства на лечение. Значит, они были не против того, что ей перевели миллионы. И им было все равно, кто бы поставил подпись под договором за больную Жанну. Так что если сейчас они считают, что совершено преступление и подпись подделана, то значит они сами тогда вступили в преступный сговор с теми, кто уже подставил эту подпись. Они от души пользовались этими деньгами, а когда пришла пора расплаты, то вдруг вспомнили об этом нарушении. В общем, все, что говорит и делает Владимир Фриски, настолько нелогично, что порой кажется, будто мужчина окончательно потерял свой разум. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok